Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу показать, как легко зарегистрировать ИП индивидуального предпринимателя самостоятельно. Первое, что нужно сделать, заходите на сайт, который называется Мое дело Орг. Вот он Мое дело Орг. Заходите на этот сайт. Ждем, когда загрузится. Здесь у нас можно зарегистрироваться. Делаем регистрацию. Я уже зарегистрировался в нем, поэтому мне остается только ввести логин и пароль. Логин – это электронная почта. Пароль – это тот, который вы сдадите потом. Заходим на этот сайт. Ждем, когда загрузится. 3G модем долго загружается. Так, вот. И здесь вам предлагают увести личные данные. Личные данные. Адресные данные. Виды деятельности. Выбрать режим ОСН. То есть 6% с дохода или 15% с прибыли. Распечатать документы и инструкцию с дальнейшими действиями. То есть, как только вы введете все свои личные данные, вот эта система, вот я тут ввел имя, фамилию, отчество, дата рождения и так далее, серия, номер паспорта и так далее. Как только вы введете все свои данные с помощью вот этого многошагового мастера. Выберите режим многообложения. Выберите виды деятельности. Вот вам предложат здесь распечатать документы и инструкцию по дальнейшей работе. Вот. 4 документа. Квитанция на оплату ИП в банк. Это первый документ. Сбербанк. То есть, почему-то именно Сбербанк здесь указан. Заявление на переход УСН. Заявление на регистрацию ИП. То есть, тут автоматически сформируется. И инструкция по дальнейшей регистрации. Вот мы все это дело печатаем. Распечатаем вот это заявление. Тут у меня получилось, по-моему, на 7 страницах это заявление. Значит, это у нас инструкция, подробная инструкция пошаговая, как что делать. Здесь у нас квитанция Сбербанк. Сейчас я с ней пойду в банк оплачивать. И, значит, заявление на переход на упрощенку УСН. Наиболее привлекательный для ИП вид налогообложения. Вот. В двух экземплярах его надо распечатать. Вот. Ну, собственно, все. Я сейчас... Время у нас 16.48. Мне надо срочно бежать в банк, чтобы успеть оплатить госпошлину. Так, госпошлину у нас составляет... Так. Не вижу, сколько он там составляет. Вот сумма 800 рублей. Так. Ну, вот и все. Так. Иду в банк и сделаю видеоотчет о том, как прошла моя... Значит, вот сумма 800 рублей. Как прошла оплата в банке. Так. Все. Александр Воевн